Сегодня можно сказать, что волонтерское движение за минувший год во многом преобразилось. Столь сложные задачи и в таком масштабе прежде решать не приходилось. Наряду с чисто организационными вопросами пришлось столкнуться и с психологическими, и нравственными. А главное, помощь волонтерам оказывалась всегда и на дружественной основе. Сюда, в офис управления культуры и молодежной политики, Максим Сураев приходит не в первый раз и не с пустыми руками. Здравствуйте, здравствуйте. Это вам. На всякий случай. Тут все и маски, и санитайзеры, и перчатки, и чтобы вдруг, если это расходный материал, вам пригодится. Может быть, кому-то тоже самое, людям, которые нуждаются. Помощь никогда не бывает лишней, ведь сегодня работа волонтеров не останавливается ни на день. Все праздники были заявки по линии волонтеров Победы, по акциям вместе и по акциям рядом у нас были заявки. Волонтеры под Москвой проводили акцию Новый год в каждый дом, поздравляли также адресно. В прошлом году сложились как бы две волны волонтерского движения в ответ на рост пандемии коронавируса. И этот подъем не ослабевает. На волонтерскую помощь, на адресную помощь, на доставку лекарств из поликлиника, на доставку продуктов мы привлекаем волонтеров от 18 лет. В основном это студенты наших вузов, наших колледжей, это ребята из наших молодежных центров. К нам бывает просто звонят и говорят, вы знаете, мы хотим вам тоже помогать на постоянной основе. Такое отношение молодежи кому-то могло показаться неожиданным, но это скорее норма и готовность к преодолению любых трудностей. Надеяться надо на лучшее, готовиться к худшему, и тогда нас ничто не победит. Это раз, ну а второе, то что по поводу волонтерства, уже много сказано. Я говорю, что это здорово, что это ребята самоотверженные, молодцы, что действительно проявились вот такие лучшие человеческие качества у ребят. Вот, и за это огромное спасибо. Новый год, новые задачи, но прежний задор и уверенность в своих силах. Сергей Берзин, Константин Химичев, Первый, Мытичинский.